Сейчас я расскажу вам о том, как добавлять в вики-новости короткие анонсы, состоящие буквально из одного короткого предложения. Обычно СМИ пишут о событиях, которые произошли недавно, но в прошлом. Однако прямо сейчас известно, о чем они напишут в скором времени, или даже через несколько тысячелетий. К таким будущим новостям относятся соревнования, концерты, примеры фильмов, игр и тому подобного, а также конференции, астрономические события, то есть все то, у чего есть четко определенная дата, и заранее известно, что эти события заинтересуют СМИ. Для таких анонсов в русских вики-новостях создана специальная рубрика «Ожидаемые события по датам». Они ежедневно публикуются первой заметкой. Посмотрите. Найти эту рубрику можно за главной страницей вики-новостей. Вот тут. Ниже видим ссылки на страницы, где собраны анонсы по будущим датам. Нажав на них, вы можете узнать, что точно произойдет в этот день. Вы можете добавлять туда свои анонсы, уточнять то, что создали другие, и даже создавать такие же страницы на новые даты. Например, откроем ближайшее, 8 декабря. Можно также посмотреть, какое самое отдаленное событие с точной датой известно участникам вики-новостей. Так, 3 мая 7138 года завершится эра шестого солнца календаря мая. Напомню, в декабре 2012 года, когда завершилась эра пятого солнца, в интернете обсуждался якобы предстоящий в этот день конец света. Добавлять новые анонсы не составляет труда. Это самый простой способ участия в вики-новостях. Добавление новой строчки анонса занимает не более 3-5 минут. Посмотрите, и потом сразу же попробуйте сами. Находим события на интересующуюся нас дату. Например, я узнал, что завтра в Санкт-Петербурге пройдет полуфинал чемпионата мира по спортивному программированию. Открываем страницу ожидаемых событий в дня и добавляем новую строчку. К тексту прикрепляем источник этой информации. Викифицируем, то есть связываем добавленную новость с ее персонажами, местами, где она будет проходить, и основными темами. И категоризируем. Добавляем теги, связанные с добавленной нами строчкой, чтобы эта страница попала на категорию ее персонажей и тем. Вы можете украсить ваше сообщение и иллюстрацией, взятой с виде склада. Теперь расскажу, как создавать страницу ожидаемых событий, если ее нет. Каждая страница имеет вид ожидаемые события какой-то даты. Вверху рубрики ожидаемые события по датам есть специальный шаблон, куда вводим название страницы с новой датой и нажимаем кнопку. Для примера создам страницу на 31 января 2020 года. В этот день Microsoft закрывает приложение Cortana для Android и iOS. Движок автоматически вставит все необходимые шаблоны. Вам необходимо будет только исправить дату, которая отображается в международном формате ISO, и убрать комментарии. Потом вставляем найденное нами событие и ставим источник. Дальше викифицируем. Дальше викифицируем. И категоризируем. Также можем добавить иллюстрацию. Чтобы урок не прошел впустую, рекомендую сразу после просмотра добавить анонс интересного вам события. Продолжение следует.